Президенту России представят доклады по развитию туризма, физической культуры и спорта в регионах. Одной из правительственных подгрупп, ответственных за подготовку, руководит глава Чуваши. Сегодня Михаил Игнатьев проинспектировал работу оздоровительных объектов и побывал на тренировках юных спортсменов в школе по подготовке пловцов. Обо всем подробнее Дмитрий Ковалев. Этим летом столица республики примет 100-й чемпионат России по легкой атлетике. У спортсменов региона сейчас плотный график тренировок. К масштабным стартам готовят и стадион. На Олимпийском необходимо оборудовать отдельный сектор для метания дисков. Когда мы его строим, уже полностью стадион на 100% будет соответствен всем требованиям для проведения этого уровня соревнований. Судейский корпус для проведения готов для обслуживания. В ближайшее время здесь, к новому сезону, необходимо подготовить и футбольное поле. За газоном стадиона должны ухаживать квалифицированные специалисты, отметил глава региона. Главный инженер не должен газоном заниматься. Специалисты по компетенции должны работать. Инженер это есть инженер, у него другие вопросы. После капитального ремонта стадиона к чемпионату мира по футболу здесь была оборудована и система видеоконтроля. Безопасность Олимпийского на высоте. В этом году на Олимпийском намерены оборудовать и площадку для занятий воркаутом. Этим видом спорта увлекаются немало горожан. Спросом у жителей региона пользуются и бассейны. Здесь тренируются будущие чемпионы. В школе Олимпийского резерва отбирают самых выносливых. Мы набираем каждый год по 100 человек и мы их ведем. Это уже будущие спортсмены. Это уже спортсмены-разрядники. Первый разряд, то есть будущие мастер-разрядники. Тренировки в школе начинаются с раннего утра. Так что без силы воли здесь никак. Желание есть стать чемпионом? И у девчата есть? Конечно. Но мы рассчитываем на вас, чтобы в перспективе станете кто-то чемпионом России, кто-то чемпионом Европы, а кто-то чемпионом мира. Пятый год занимаюсь, чтобы тренироваться, результатов добиваться. В одном из самых больших бассейнов города Спутника даже днем ни одной свободной дорожки. К лету готовимся. На юг ехать, чтобы поплавать. Бассейн всегда хорошо влияет на организм человека. В ближайшее время в регионе начнется реализация приоритетной программы плавания для всех. Упор должен быть сделан на доступность бассейнов, отметил Михаил Игнатьев. Кто-то с утра приходит, кто-то после 21-22, для них, говорю, гибкие скидки делаете. На 30% дешевле, на 50% дешевле. И люди придут. Но мы, общеобразовательные школы, строили и будем строить в отдельных микрорайонах, в отдельных городских округах с бассейнами. Садики новые сейчас строим с бассейнами. Наша задача с массового спорта, выявляя отдельных спортсменов, отдельных личностей, представлять уже сборную команду Российской Федерации, которые будут защищать честь Российской Федерации. Вот смысл подхода по существу в этом заключается. Здоровье ребят зависит и от современной медицины. Так, в Новочебоксарске недавно отремонтировали детскую поликлинику. Из бюджета направили порядка 75 миллионов рублей. Настолько масштабных работ здесь не проводили более 30 лет. Здание было возведено в середине 80-х. В то же время и здоровье детей должно улучшаться, и социальное самочувствие у мам и пап должно улучшаться от того, что мотивация у медиков есть, к вам отношения лучше стали. И вы это ощущаете, должны продлить просто свое долголетие. Самое главное, в этом заключается наша работа. Здравоохранение – приоритетная статья расходов бюджета, отметил глава региона. В рамках национального проекта на развитие медицины направят многомиллионные суммы. Дмитрий Ковалев, Борис Андреев, Республика.